О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас в студии. Работает Дарья Вершеленко. Здравствуйте. Один украинский военнослужащий ранен в Донецкой области в районе проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки. Сейчас он в госпитале, рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его словам, российско-оккупационные войска пять раз нарушили условия перемирия, выпустив по украинским позициям шесть мин. В частности, на Донецком направлении оккупанты из миномётов 82-го калибра обстреляли защитников «Богдановки». На Луганском направлении зафиксированы три прицельных обстрела. С 10.30 боевики в течение часа и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Новгородского. В пять вечера из гранатомётов обстреляли «Малиновое». Позже несколько вражеских снарядов из миномётов 82-го калибра взорвались возле Катериновки. Полное выполнение минских соглашений приведёт к восстановлению суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса. Санкциями ЕС пытается заставить Россию следовать договорённостям, заявила вице-президент Европейской комиссии Федерико Магирини. Во время своего визита в Киев Магирини представит коммуникационную кампанию. Её цель – показать, что значит для Украины соглашение об ассоциации и каковы взаимоотношения Украины с ЕС. Завтра Магирини встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ограничения на сроки пребывания президента на посту сняли китайские депутаты. Теперь генеральный секретарь Коммунистической партии и президент Китая Сыдзиньпинь сможет руководить страной пожизненно. Конституцию изменили на сессии Всекитайского собрания. Из трёх тысяч делегатов лишь два проголосовали против. Трое воздержались, сообщает Ройтерс. Остальные поддержали конституционную реформу. Память погибших от землетрясения в 2011 году почтили в Японии. В центре Токио прошла траурная церемония при участии членов правительства и родственников погибших. Минуту молчания объявили по всей стране в 14.46 по местному времени. Тогда же, 7 лет назад, произошло землетрясение магнитудой 9. Толчки повлекли за собой цунами, волны сносили машины, корабли и дома. Также землетрясение привело к ядерной аварии на АЭС Фукусиме. В результате стихийного и ядерного бедствия погибли 16 тысяч человек. Тяжёлое облучение получили почти 20 тысяч ликвидаторов аварии. Я уверен, воспоминания о катастрофе не будут забыты ни кем и никогда. Я пришёл сегодня сюда с надеждой выразить свои соболезнования погибшим. Национальный орнамент крымских татар. Орнек планируют внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Документы готовит Министерство культуры Украины. Ина Сазанина побывала на мастер-классе по этническому искусству, которому не менее пяти веков. Я создала картину. Вот этот треугольник означает основу. Это как земля. Потом кипарис означает папу. Вот эти красные тюльпаны – это девушки. И вот эти синенькие – это юноши, которые их защищают. Сверху я нарисовал дедушку, который мудрый и даёт советы. Свою картину Али создал с помощью клише. На каждой печати цветок, символизирующий статус человека. При помощи Орнека – национального орнамента, крымские татары могут рассказать целую историю. Восьмиклассница Имине исследовала происхождение узора. Я рисовала рисунок для швизиатской программы «Здоровье матери и ребёнка». Я нарисовала маму, которая держит на руках ребёнка. Их рядом с ними родственники, которые их защищают. Люди и пожелания удачи и благополучия семье. Искусством Орнека владели гончары, ткачи и ювелиры. Этот кушак, пояс и тепелик – украшения национального убора крымских татар – выполнены из серебра с позолотой. Старинные украшения достались Алинаре от прапрабабушки. Вот это очень сложная техника. У нас на самом деле сейчас несколько мастеров в Крыму, которые этой техникой занимаются. Я делала реставрацию, потому что некоторые детальки были потеряны. Это вещь, которая побывала в депортацию. Крымские татары трепетно относятся к своему наследию. На мастер-класс по Орнеку принесли вещи из семейной коллекции. Это скатерти, ковры, тарелки и украшения. Сохранить и популяризировать подобное искусство собираются с помощью международной программы ЮНЕСКО. Орнек включен в национальное наследие Украины по тем критериям, которые полностью отображают дальнейшую нашу работу. То есть включение этого элемента в национальное наследие Украины дает возможность подготовить номинационное досье. Через год, обещает министр, Украина подаст досье на рассмотрение в ЮНЕСКО. После этого Орнек может быть внесен в список нематериального культурного наследия мира. Инесса Занин, Игорь Каркадым, ЮЭТВ. Продолжаем серию материала в «Любови за дорожное» об уникальных учебных заведениях Украины. И сегодня расскажем о Запорожском национальном университете. Здание построили в начале 19 века. До наших дней оно сохранилось почти в первозданном виде. Это здание появилось в Запорожье в начале 19 века и предназначалось для образовательных целей. В конце 1800-х по просьбе почетных граждан городские власти взялись за возведение корпуса женской гимназии. Ответственность за строительство взяли на себя братья Минаевы. Они владели кирпичными и черепичными заводами. И в 1902-1903 годах появилось это здание, построенное в эклектическом стиле. Женская гимназия действовала в здании почти 20 лет. После корпус использовали для других целей. В нем разместились Уральская стрелковая дивизия и военный госпиталь. С 1926 года здание вновь стали использовать для образования. Вначале здесь был педагогический техникум, позже педагогический институт, потом Запорожский национальный университет. Сохранить его удалось почти в первозданном виде, не считая уничтоженной большевиками домовой церкви. След креста, который до сих пор четко просматривается на стене. А это бывший бальный зал женской гимназии. В годы Второй мировой здесь был госпиталь. Теперь помещение служит для торжественных церемоний в университете. Сейчас мы можем ощущать воспроизведение особенностей той эпохи, ведь здесь повторили очень много мотивов. Это и оригинальный пол начала 20 века, и потолок, близкий к первичному колориту этого помещения. Среди памятников архитектуры еще один корпус Запорожского вуза – здание мужской гимназии 1910 года. В отличие от многих других домов того периода в нашем городе, это здание было построено в стиле модерн. Но во время Второй мировой войны сооружение было повреждено во время артиллерийского обстрела и перестроено в стиле неоклассицизм советского периода. Так у здания появились элементы разных стилей, и это видно, например, по оконным проемам. Однако внутри артиллерийский обстрел пережила кованая лестница и широкие арочные коридоры, что не позволяет ошибиться. Это более чем вековой памятник архитектуры. Любовь Задорожная, Дмитрий Гришко, UATV Вход с родителями воспрещен. Фестиваль подросток-фест проходит в Киеве. На нем школьники с 11 до 16 лет могут разнообразить досуг, изучить что-то новое и познакомиться с такими же любознательными ребятами, как и они сами. В программе квесты уроки фотоискусства, развитие бизнес-навыков при помощи игр, а также советы психологов о том, как найти общий язык с родителями. У современных подростков будни, как правило, очень серые и входит в них только школа, несколько кружков, компьютерные игры и больше ничего. Мы стараемся расширить их повседневность и сделать ее ярче. Ну, что дома сидеть, лучше буду здесь, узнаю что-то новое, буду с друзьями. Я научился делать нормальные селфи, фотографировать, ставить тень на лицо человека. Заходите на наши страницы в соцсетях, а также на сайт канала uetv.ua. Там оперативные новости в режиме онлайн. Спасибо, что вам интересна Украина. Оставайтесь вместе с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова